Приветствую вас, друзья! С вами Варчик, в этом видео поговорим подробнее про режим аркада. Появились подробности про этот режим на официальном сайте и в новостных всяких пабликах. Также вышло видео на канале World of Tanks на ютубе. И уже буквально 15 июля в 9 часов MSK и до 17 июля 23.59 MSK первый запуск будет этого замечательного режима аркада. В общем и целом по выходным 3 раза будет запускаться этот режим и каждый раз будут новые условия. Сначала у нас будет рельсотрон, потом у нас будет эффект неожиданности, ну и потом спокойствие. У нас будет 3 режима аркады, на каждый у нас будет по 3 дня. 3 запуска в выходные дни. В принципе все легко и просто. При каждом запуске будут новые условия. Можно будет немножко там повыполнять какие-то задания и подформить боновый, чуть-чуть серебра. Опыт можно будет фармить и экономика серебра будет работать. В принципе все. Рельсотрон будет проходить у нас на карте Прохоровка, Мураванка, Рудники, Линия Зигфрида, Тунтра, Аэродром и Карелия. Эффект неожиданности будет проходить на карте Малиновка, Руинберг, Рудники, Париж, Монастырь, Перевал и Лайвокс. Спокойствие будет проходить на Хеммельсдорфе, Энске, Рудниках, Эрленберг, Утес, Весфилд и Рыбацкая Бухта. Видим что разработчики очень сильно высоко рейтят карту Рудники, которую практически весь рандом ненавидит играть на высоких ловелах. Но эти придурки на разрабах любят эту карту наверное, мечтают о ней, она им снится наверное каждый день. Адекватность у разработчиков увидим повысилась максимально. Итак, какие изменения у нас будут в рельсотроне? Первая версия аркадного режима. У нас будет разброс орудия на 100 метров уменьшен на 70%. Также разброс орудия движения корпусом уменьшен на 50%. От поворота корпусом тоже на 50%. И от поворота башни тоже на 50%. Никогда не догадайтесь, но время сведения тоже уменьшено на 50%. Комфорт стрельбы вырастет очень сильно. Мощность двигателя также увеличится на 100%. И дальность гарантированного обнаружения будет у нас 445 метров. Грубо говоря у нас рентген не 50 метров будет, а 445. То что улучшится точность стрельбы, комфорт это конечно прикольно, но зачем они сюда еще замутили рентген на 445 метров, чтобы все сразу светились и видимо убивались прям с респа до респа на таких замечательных картах как Рудники. Вы представляете на рудниках все сразу будут светиться с самого начала боя. Гениально, это просто гениально. И прикольно, что тяжелые танки у которых максималка большая, они ее будут охотнее набирать, поскольку двигатель у нас будет плюс 100%. Все будут очень быстро приезжать, хотя и так сейчас в рантоме на турбинах все быстро приезжают. Короче месиво будет жесткое. А я напомню, что режим аркада можно будет просто в ангаре переключить среди всех остальных режимов, выбрать аркаду и играть. То есть он переключается там где находятся все режимы. А то вдруг какой-то танкист еще и не найдет. Второй запуск у нас с 29 июля по 31 июля. И это будет эффект неожиданности. Что нас там ждет? Насколько я понимаю, там будет очень сильно увеличен процент рандома. Допустим альфа будет либо супер маленькая, либо супер большая. По остальному рандому ничего не сказано. Насколько там будет криво или точно лететь снаряд. Будет ли этот разброс ВБР влиять еще и на пробитие. Или только на альфу. Но так или иначе, основная задумка в том, что ВБР будет только больше. Ну и с 12 по 14 августа будет третий запуск. Спокойствие называется. Кардинальная смена модификации боя, а с ним и геймплея. С 12 по 14 августа вас окутает флегматично-кисельное спокойствие. Никуда не спешим, снаряды заряжаем вдумчиво. К непробитиям относимся философски. В каком-то смысле это станет возвращением к тем самым танкам. С размеренным геймплеем и неспешными боями. Чем не повод поностальгировать. Посмотрим насколько у разработчиков это получится сделать. Ну тут сказано только про медленную перезарядку. И никуда не спешим. Медленно едем что ли. В общем посмотрим на что это будет похоже. И насколько медленно будут ездить колесники. И насколько медленно мы будем ездить под артой, у которой кд нету. Это будет супер весело. В оглушении медленно куда-то ехать. Какой в общем напрашивается вывод и какие у меня мысли по этому поводу. Задумка очень хорошая. Но реализация пока что крайне дурацкая. Они хотят сделать, насколько я понимаю, режим в котором будут тестировать крайности. Чтобы возможно понять, что нравится игрокам. В какую сторону развивать игру. Это супер очевидно сразу же. Но что непонятно. Они хотят как обычно из этого сделать какой-то хайп, новость. Распиарить, раскрутить. Опять растянуть это на 300 лет. Каких-то там сборов информации и так далее. Но в любом случае это прикольно. То что будет такой режим. Можно будет зайти подурачиться, там что-то поделать. Статистика с этих режимов никуда не будет вам идти. И можно там заниматься чем угодно. Хотя и в рандоме люди занимаются именно этим. Единственное, что непонятно, что там тестируется все как-то кучей. И рентген какой-то на 445 метров. И улучшение точности. И улучшение динамики вместе с этим. Это супер странно. Решили сделать какой-то клоунский режим. Чтобы пагагакать, пагагакать. Вместо того, чтобы реально что-то негодное и нужное протестить. Я надеюсь, что этот режим не заглохнет с первого раза. И в следующие разы будут протестированы реально какие-то угодные интересные вещи. Допустим, чтобы на каких-то выходных покатать без голды, без арты, без оглушения, или без колесников, или еще без чего-нибудь. Что бесит уже давно. Пока что первые три варианта, которые нам предлагают. Супер точность, скорость и большой круг рентгена. Или все замедленное. Или большой ВБР. Это скорее похоже на подурачиться. Нежели решить какие-то глобальные проблемы. Но и первые три запуска, мне кажется, не совсем то, что хотелось бы увидеть. Такое ощущение, что в первой версии, где они улучшили стрельбу на 50%, они специально засунули туда еще рентген на 445 метров и улучшили скорость всем, мощность двигателя. Для того, чтобы рандом еще дурнее стал. И люди сказали, да не, нам не нравится улучшение точности. Такое ощущение, что разработчики сами хотят вытянуть из игроков слова. Нам не понравилось то, что точность стала комфортнее. И стрельба комфортнее. Поскольку, ну это по-любому будет цирк. И они уменьшили не ВБР, как во втором варианте они увеличили ВБР. В первом варианте было бы логично протестировать уменьшение ВБР. Но они тестируют улучшение комфорта стрельбы в плане сведения, стабилизации, точности и так далее. Но не уменьшение ВБР. А во втором варианте они тестируют увеличение ВБР. Такое жесткое пиздобольство в этом всем чувствуется, если задуматься. Но это просто рука-лицо. Ладно, пишите в комментариях, что вы про это думаете. С вами был Варчик. Ограйте красиво. Подписывайтесь. Ставьте лайки обязательно. Удачного дня.